Можно хотя бы пару доводов за многоженство. Ну... Детей больше. Тебя одна жена 50 детей не родит, правильно, как говорил Рыжий Тарзан. Куда тебе столько детей? 2-3 нормально. 2-3 тоже как бы... Не каждая женщина осилит просто чисто биологически. Танатас, 300 рублей. Всем новым зрелам, ребята, не скрывайте эту тему. Вы молодые, шутливые, вам всё легко. Это не то, это не чмили, даже не сходка. Сюда лучше не лезть, серьёзно. Любой вы будете жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я понимаю, что сообщением вызовут дополнительный интерес, но хочу предостеречь пытливых. Стоп! Остальные не найдут. Спасибо за 300 рублей. Спасибо. Почему тебе родители ещё не выбрали жену? Потому что мы живём в дегенеративную эпоху. Когда люди сами себе выбирают партнёра. Из этого никак выйти нельзя. Ты не можешь сам выбрать, не выбирать самому себе партнёра. То есть, если ты не выберешь самому себе партнёра в 21 веке, ты, блядь, один будешь просто и всё. В чём сложность самому себе выбрать партнёра? Почему это плохо? Дело не в сложности. Это может быть, кому как, блядь. Кому-то может сложно, но в среднем это не сложно. Просто больше смысла имеет, когда тебе партнёра стабильно выбирают родителей. То есть, именно что, когда это принято в культуре. Почему? Потому что, когда человек сам себе выбирает партнёра, как правило, это временная припись. И потом они оказываются в браке, который, блядь, нахуй им не обосрался, потому что у них уже всё завяло в пизду. А когда партнёра выбирает семья, причём с обеих сторон, ну, тогда этот брак, он скрепляет две семьи. То есть, это не просто, блядь, какая-то... Ну, не просто двум малолетним дебилам стукнуло моча в голову, блядь, они решили пожениться, понимаете? Вот. Просто, по-моему, очевидные вещи. То есть, я не знаю. Сейчас просто и семей нет, действительно, уже всё закончили, семьи. Я так понимаю, что грядёт эра вообще поля амории какой-то, ебаной, какой-то такой хуйни. Разве у тебя в каунте не найдётся какой-нибудь консервативной девушки, которая тебе готовит 24 на 7, родит 7 детей? Они очень христианские здесь. На мой взгляд, это не лучше, чем феминистки, например. Можешь попросить родителей выбрать себе невесту. Социального института нет, чувак, это так не работает. Это всё равно, что попросить людей в частном порядке отказаться от частной собственности, блядь. То есть, типа, мол, хочу коммунизм, блядь. Дайте ёбнем всю частную собственность в рамках одной квартиры. Полностью, я имею в виду. Не в том смысле, что внутри семьи всё общее будет. Вот это ладно, хуй с ним. А вот вообще, я имею в виду. Коргин, 100 рублей. Я Вась в этом городе. Вась, бываю. Вась, очень. Вась, редко. Вась и Вась. Вот Вась, приехал. Вась на Вась. Какие-то Вась. Часы Вась. Со мной Вась. Гитара Вась. Чемодан Вась. Сирени Вась. Ветка Вась. И Вась. Сердце Вась. Полная Вась. Загадочный Вась. Любви Вась. Моя Вась. Вась, знакомая Вась, живёт Вась на Вась Бессарабке. Спасибо за 100 рублей. Танатас, 200 рублей. Настал день, родители маргинала выбрали ему долгожданную жену. Он волнуется, приезжает по адресу и видит невероятных красот девицу в белоснежной фате. Она подходит к нему, а Толя лишь постановая, подпёрдывает тонкими губами. Снимает её фату, разевает веки и слышит. Ты думал, что-то здесь будет? О, нет. От тебя водняет говно, даже отсюда чувствую. Закрывай вкладку, иди нахуй. Так. Если стремление быть в жизни бедным потау и сопереживать бедным потау всего мира каузально появилось из традиций христианства, а стремление быть богатым и передавать своё богатство всем своим предкам, наверное, потомкам, появилось из языческих традиций, то откуда каузально появилось стремление быть богатым, но не иметь детей и тратить абсолютно все свои деньги только на себя? Чувак, ты как-то всё однозначно очень, блядь, загребаешь нахуй в две кучки. Типа, жизнь не так устроена просто и всё. То есть, и то, что ты приписываешь христианству, появилось не с христианством. Вот, то, что ты приписываешь язычеству, оно, ну, короче, чувак, забей, хуйня, сдавай заново. Мне кажется, более точно нужно сформулировать твой тейк не родители, а община. Семья в современном обществе это папа-мама, а ты расширенную семью имеешь в виду. Община это не расширенная семья, чувак. Община это коммуна, блядь, по-латыни, если чё. То есть, это рандомные хуи, то есть, например, там, христианская община, ещё какая-нибудь, блядь, община, блядь, хуина, блядь. Ортодоксальный еврей, 100 рублей. Анатолий, я понимаю, что вы много шутите про евреев, но какое ваше серьёзное мнение о религиозных практиках в иудаизме, образе жизни, обряда, спланированной свадьбы и т.д. Ну, я про спланированную свадьбу уже вот сейчас прямо говорю, я положительно отношусь к спланированным свадьбам. Точнее, с планированным бракам. На свадьбу мне похуй, я про браки. Какое моё мнение про иудаизм? Ну, блядь, религия как религия, похуй. Женятся обычно после долгих отношений, встречаются пару лет и в ЗАГС. Да, безусловно, именно так. Насчёт брака и партнёра, ты вдохновлён индийским институтом семьи? Я вдохновлён, блядь, институтом семьи, который по всему миру был, блядь, до, нахуй, до того, как в Европе придумали, блядь, нуклеарную семью. В правильном обществе как быть супружескими изменами? Я считаю, на откуп традиции. Как же теперь Даша Навальная будет в Гарварде, в Стэнфорде учиться? Откуда деньги-то брать будет? Да, да, там же бесплатно. Блядь, хуёвая шутка, чувак, на самом деле. Мрачная хуйня. Если малолетние дебилы могут пожениться из-за мочи в голове, они так же и разведутся после того, как их родители пожедят. Нет, потому что родители выберут правильно, а малолетние дебилы, а не на то и малолетние дебилы, блядь. Женское варенье 100 рублей. С биологической точки зрения выбирать самому себе партнёра правильнее от бабы, от которой у тебя Биба дымит, будет более здоровое потомство, чем от бабы, которую ты без одежды увидишь только после свадьбы. Естественный отбор, вся хуйня, чувак, ты идиот. Биба у тебя дымится от той хуйни, на которой ты привык дрочить в ходе своей жизни. А как быть с людьми, у которых Биба дымит, блядь, от запаха говна, например? Где там естественный отбор? Упс. Или ты меня попросишь ген буддизма нахуй тебе предъявить, я хуй знаю. Да нет, это не то же самое. Для безденежного обмена товарами нужна безденежная экономика. Для того, чтобы реализовать брак двух семей, нужны две семьи. Нет. Тебе не нужно, чтобы всё общество соответствовало твоему должному. Нет. Правила... Не бывает индивидуальных правил. Не бывает правил, которые применимы в одном только случае. Правило применимо... Из правила применимо, оно применимо всегда. Это всё остальное исключение. Поэтому ты просто не можешь вступить в уникальный брак, да, вот в стиле феодальных семей в 21 веке. Это невозможно. Потому что института такого нет. Потому что нельзя создать для себя индивидуальный институт для твоего частного случая. Нельзя создать для себя... Так же, как нельзя создать для себя индивидуальный язык, например, собственный, на котором ты один только говоришь. Это невозможно. Это железно невозможно. Это невозможно на 100%. Просто потому, что эта хуйня зиждется на правилах. Правила подразумевают возможность коррекции со стороны общества. Если возможности коррекции нет, значит нет возможности ошибки. А если нет возможности ошибки, значит нет правил. То есть здесь действует ровно тот же аргумент, что и с приватным языком. Недостаточно двух семей. Потому что недостаточно одного частного случая. Нужно цельное общество. Феодальное. Немытый Головкин 100 рублей. Ты сам идиот. Говно. Тупой. Ты! Спасибо за 100 рублей. С прошедшим только. Ну бля, есть и этнические общины, племенные. Ты как-то грубо интерпретируешь термин община. В 21 веке это семья называется, община это другое. Пепочка хотела спросить, как получить глант от фонда Навального в американский бус. Ну еще, если партнера выбрала семья и последующий брак соединил две семьи, то развод будет труднее, так как находясь в таком браке, ты слишком сильно погружаешься в другую семью, как и твой партнер. Все верно. Это и есть сильный брак, если что, погружение в другую семью. Что делать, если супруг умер? Просить родителей найти нового? Что делать, если ты сирота? Ну, смотря в какого... смотря сколько тебе лет, когда супруг умер. Если тебе уже-то хуя лет. Ну раз на раз не приходится, конечно, но нахуй тебе еще один брак-то? Детей ты не наделаешь. Если наделаешь, там риск шизофрении будет, это поздние дети. Не знаю. Я сейчас как бы не отвечаю за эмоции других людей, да, у кого там кто умер. То есть, может быть, кто-то после смерти партнера просто, блядь, роняя кал, бежит сразу нахуй в ЗАГС оформлять следующий брак. Хуй знает. Наверное, такого дохуя я... Как бы... Я-то чё. Но это исключительные случаи, то есть, правила не могут основываться на исключениях. Исключения просто идут нахуй. То есть, их вообще не надо учитывать. Так разве пустынные религии, как христианство, не пропагандируют идею быть бедным, и что все должны быть равны, а всякие лесные религии, как греческие... Ну, блядь, чувак, есть такая хуйня, как буддизм, например. То есть, дело-то всё не в этом. Я про пустынные религии, я же там, ну, типа, не говорю, что там... Из-за того, что они пустынные, там, бедным быть охуенно. Это ж не следует никак. Пустынные религии, они пустынные, потому что, с их точки зрения, весь мир, это, блядь, нахуй пустыня. Такая же, как вот так, к которой они привыкли. И всё самое охуенное после смерти только начинается. Это самое важное. Это в этом пустынность. В этом пустынность пустынных религий. А не в том, что там бедным быть хорошо. Бедным быть хорошо, это другое. Это другая история совершенно. Они пересекаются. В христианстве эти две вещи пересеклись. При существовании института запланированных браков, люди, живущие на соседней территории, могли не практиковать этот институт. А ты буквально сказал, что правило должно быть всеобщим или это не правило. Ну, всеобщим в рамках вот этой культурной среды. То есть не во всей вселенной, где там людей нету и так далее. А вот в рамках культурной среды. То есть это, во-первых. Во-вторых, приведи пример, где люди, живущие на соседней территории, практиковали какой-то радикально другой нахуй брак. По-моему, такого просто не было. То есть в средние века просто у всех были договорные браки и все. Капражмиль, сто рублей. Я кал в этом говно городе. Газанюх, бываю под куколдыш. Очень каловая псина, редко. Чмиль и кукич, вот чмо, приехал. Мача на капрофагия, какие-то серии часы. Со мной срать гитара, черкак, сиренек, колосос, ветка, гниль. И сердце, экскременты полное, как каха загадочной любви. Спасибо за сто рублей, Капражмиль. Капражмиль, ты меня называла. Танатас, 300 рублей. Знаешь, что Даша Навальная сказала, когда гниющего в коме... Блядь, чувак, ну... Ладно. Знаешь, что Даша Навальная сказала, когда гниющего в коме отца взомшелы в советской палате говна? Пхах, наследство делает брр. Фу, блядь. Очень хуёвая шутка. Мне 214. Спасибо за подписку. 5 месяцев, спасибо. Сирота это не исключение. Что им делать? Искать супруга среди сирот? Но в идеале вообще сирот так-то должны усыновлять. Если их не усыновили, у них проблемы гораздо большие, чем... Искать, не искать им супруга. В монастырь могут идти. Тоже хороший вариант. Сейчас ареалы жизни таких популяций могут быть раздроблены и сужены до масштабов нескольких семей, которые растворены в чужой популяции. Рад за них, чувак. Ну вот ты это выдумал. В чём проблема провести причинно-следственную связь между географией и религией и идеей быть бедным хуем? Ведь, ну, например, небольшая общность живёт в пустыне. У них нихуя нет, конечно, они будут хейтить любое лесное общество, которое... Ну да, но в пустыне нет леса, поэтому нету лесного общества, которое они могли бы хейтить. Для того, чтобы они хейтили богатых, у них должны быть богатые. А они не нищиёба, блядь, в пустыне. Не сходятся, понимаешь? Всё вот это не сходится, нихуя. Когда амиши практикуют свои традиции или ортодоксальные евреи, это не пример тому, чему мы говорим, когда одни популяции растворены в других и при этом не теряют некоторых своих практик. Но они не растворены. Они живут коммунными как раз. То есть ортодоксальные евреи, они в США покупают города, в принципе, и там устраивают ортодоксальные общины. А амиши у них исторически так сложилось, есть целые территории довольно большие, где нихуя кроме амиши, блядь, никто не живёт. Разве у древних иудеев не было контактов с Египтом, например, у которых охуенный Нил есть и суперцивилизация? Ну да, но это ж не Европа. Там всё другое тоже. Ну и шумеры уже к тому времени того, их не было. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но это, во-первых, тоже всё пустынные культуры, а во-вторых, ну всё, типа, не подходит. Как так получается, что при сакральности рода, преемственности и наследственности генетической, спартанцы часто уколдили свою жену, чтобы та родила ему здорового сына от другого спартанца. Или когда усыновляли Марка Аврелия, который в итоге сделался императором. Как же сакральность рода и преемственность титула? Ну и Марка Аврелия, когда усыновили, я не знаю, какие обстоятельства там были, я не историк, а спартанцы это социальный эксперимент. По крайней мере, если верить вообще, там, Геродоту какому-нибудь, слушай, моя теория, что спартанцы по большей части пиздоболы. То есть, ты сколько ни читаешь про спартанцев, они как бы, все битвы, в которых участвовали, они, в общем-то, там либо отмазывались, типа, у нас ритуал, блядь, мы не придём, либо, блядь, они их просрали. То есть, по-моему, вот про какие-то охуенные боевые там подвиги спартанцев, просто пиздёшь. То есть, основное оружие Спарты, это была пропаганда, прежде всего. Это, во-первых. Но даже если верить показаниям каких-нибудь античных историков, то Спарта выглядит как социальный эксперимент по типу совка. То есть, это не что-то, что следовало напрямую из традиций, да, это что-то, что было придумано конкретными людьми. То есть, это проект. Спарта был проект. При этом не самый удачный, если так подумать. Вестница, 100 рублей. Марго, а вот ты дрочишь на консервативное общество. Вот смотри. Чечня в этом плане идеальна. Она сохраняет свой язык, свою собственную культуру, традицию, религию, семейные ценности. А самое главное, не пускает в себя новомодные либеральные ценности, несовместимые с локальной традицией. Так же? Ведь хорошо же им там без прогресса, да? Ну, как бы да, они берут дань с охуенно прогрессивных русских, блядь, и у них всё заебись. То есть, ну... Это меня немного напоминает, как я в Rise of Nations всю планету монголами захватил за счёт бесплатной конницы.